Беларусь. Акшен. Моё отношение к фильму – это как к ребёнку. Для меня основное – это тема библейская, это тема братьев, потому что послание фильма, послание, месседж такое, что не должно быть брата убийства, не должно быть вот этого хаоса, как говорится, в наших странах, в наших семьях, в наших домах, в наших жизнях. Поэтому я желаю искренне городу Пинску, нашей стране, знаете, вот быть действительно светлой страной, быть Белой Русью, быть страной, которая, может быть, мы чуть-чуть наивны, но мы честные. Когда мы начинали снимать, всё только начиналось, то, что сейчас происходит в мире, к сожалению. Вот. И так всё это пересекается с событиями, что, я думаю, те люди, кто будет смотреть, по крайней мере, те, у кого есть родные, в это впутанные, в замешанные, они это увидят. И они, я думаю, проникнутся тем, что нельзя нам ругаться друг с другом, ни в коем случае нельзя. И только от нас зависит, что в нас победит внутри, Каин или Али. Фильм «Мы братья» снят по профессиональным стандартам Голливуда с привлечением именитых актёров и высококлассных каскадёров. Было здорово опять поработать с белорусами. Я отдаю должное их таланту, профессионализму, и они действительно очень, очень хороши в этом деле. Так что я реально получил кайф от работы и с большим нетерпением ждём встречи с другими. В основе фильма – история двух братьев, каждому из которых предстоит сложный моральный выбор. Картину представят зрителям более 40 мировых стран. В зарубежном прокате фильм будет именоваться «Кот Кайна». Таково требование Института дистрибьюторов. Из Лос-Анджелеса в Беларусь на премьеру проекта прилетел режиссёр Уильям Давиталь. Мы, братья, это, собственно говоря, тот посыл, который мы хотели передать публике, людям. Задумайтесь, что творится вокруг. А на самом деле все люди – братья, и поменьше, чтобы было вот таких вот горячих точек, какие есть сейчас. Как мне работалось? Да замечательно работалось. На белорусской земле, в которую я просто влюбился, все помогали, все были дружны, как одна семья. Кстати, благодаря этому мы его и ставили, что называется. Музыкально к белорусскому блокбастеру прикоснулся Алексей Хлистов, исполнивший в дуэте с Денисом Майдановым песню, написанную продюсером фильма Сергеем Ждановичем. Довольно интересный опыт, потому что саундтрек я исполнял в первый раз в жизни, и быть частью постпродакшен фильма для меня это ново. И то, что у нас в Беларуси делается вот эта премьера со всеми вытекающими в хорошем смысле этого слова последствиями, для меня огромная честь находиться в команде, которая ездит по нашим городам. И это важное, явились каждым мы в этом местном мае. Субтитры создавал DimaTorzok